ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На Славянском базаре в 2022 году певица Анна Трубецкая. Доброе утро! Доброе утро! Ань, доброе утро! Доброе утро! Во-первых, тебя давно здесь не было. Мы рады тебя видеть. Спасибо, это заеду. Это тебя давно здесь не было. Анна заходила! Вечно я где-то летаю там в облака. Итак, Славянский базар в Витебске. Конкурс эстрадной песни для обладательницы. Гран-при этого конкурса. Вот вспомни, пожалуйста, несколько лет назад произошло это событие. Сколько? Два года назад, по-моему, да это было? Два года назад. Два года назад. Как вчера. Вот давай перенесемся, как будто бы это было вчера. Вспомни свои эмоции от произошедшего. На самом деле, стоять на этой сцене, это когда-то было мечтой, а в 2022 году это стало реальностью. И каждый раз, вспоминая о Славянском базаре, даже где-то говорив о нем, неважно в какое время года, не только в июле, я всегда с большим трепетом о нем говорю, потому что это история про исполнение мечты. Это история про то, когда открываются такие электронные кулисы афитеатра. Ты видишь этих людей, эти глаза, которые, безусловно, болеют за тебя и любят тебя, и кричат «Беларусь!». И вот в этот момент ты понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. И я очень рада, что мое выступление на Славянском базаре прошло удачно, и мое имя теперь вписано в историю этого шикарного фестиваля. Ну, видишь, а не мечты, а Владимир, у тебя тоже еще все впереди. Ты про Славянский базар? Да. В общем-то... Есть большая проблема, он до 30 лет. Он не петь хотел, он хотел конференцией этого быть. Да, да, да. Ладно, продолжим. Каждый год Славянский базар наполнен яркой, красочной программой. Этот 33-й год будет не исключение. Что удивительно, и нам в этом фестивале, который существует столько-столько лет, и продолжают собирать зрителей, таких многотысячных залов, залог успеха этого фестиваля в том, что его, безусловно, любят его создатели. И любой человек, который находится в команде Славянского базара, он искренне горит идеей сделать этот фестиваль из года в год лучшим. Я всегда люблю приезжать на фестиваль и смотреть афишу, как это как сюрприз для меня, открывать афишу и смотреть, что же для нас приготовили организаторы в этом году. И я всегда наблюдаю разнообразие приезжих артистов, сольных концертов, каких-то спектаклей, каких-то сольных концертов, инструментальной музыки. В общем, это всегда очень интересная программа, где каждый зритель на свой вкус найдет себе по душе концерт. Поэтому просто нужно любить свое дело, как вы любите свою профессию, как я люблю свою профессию, так и организаторы и дирекция этого фестиваля искренне любят своего ребенка. Это правда. Знаете, там на самом деле в Славянском базаре происходит какое-то единение душ, людей, приехавших из разных уголков, артистов, которые превращаются, не знаю, в детей там за кулисами. Самое мое любимое на этом фестивале, это вот, кстати, не на каждом фестивале такое встретишь, когда все в такой очень близкой доступности. Ты можешь сидеть где-нибудь в Витебском трактире, есть там, не знаю, свой холодник, повернуть голову, будет сеять рядом Ани Лорак. Или Григорий Лепс. Есть тоже твой холодник. Мой холодник, конечно, вряд ли. Я всегда за ним тщательно слежу. Но я про то, что все становятся одним единым целым. Артисты, зрители, организаторы, все вот это один большой вкусный винегрет под названием Славянский базар. Как ты так от холодника к винегрету перешла? Вот так бывает. Тоже не завтракала, Анячик, тоже не завтракала, да? Хорошо, и все-таки конкурс исполнительный, исполнители эстрадной песни, да, вообще в целом конкурсная программа, вот что бы ты могла пожелать конкурсантам, может быть, какие-то лайфхаки, вот фишечки, как сейчас модно говорить. Ну, я помню, в тот год, когда ты выходила на сцену конкурса, ты с нами была каждый день, делилась. Да, да, да. Как ты тренируешься, как ты занимаешься, занятия по вокалу, дыхание и так далее, и так далее, и так далее. Да, это было весело. Это было весело, да. Подготовка, она была на самом деле очень сложной, и я бы очень рада, что мне удавалось делиться со зрителями нашего шоу тем, как я к этому готовлюсь. И я уверена, что каждый конкурсант в этом году как никогда готов к этому важному событию, потому что конкурс на самом деле серьезный, конкурс сильный. Вы только представьте, у нас только в нашей стране было пять отборов того самого единственного участника. Я уверена, в каждой стране тоже были свои отборы и выбрали лучших из лучших. Поэтому вот когда на одной сцене каждый представляет свою страну, выбранный лучший из своей страны, это, конечно, всегда ответственно. Самое важное на конкурсе для артиста, который участвует в серьезном каком-то состязании, это за три минуты, которые тебе даны по праву, показать все, что ты умеешь, показать все, что ты готовил. И в случае каких-то препятствий, это твой какой-то своеобразный экзамен. Вот как у меня, например, в первый конкурсный день у меня мой наушник словил микрофон наших ведущих. И я, пев песню «Заставь меня дышать», абсолютно лирическую, медленную, слезливую композицию, у меня в ухе Тео и Ольга Рыжикова переговаривались с следующим участником. Кто завтра будет завтра готовить, собственно говоря. Да, как минимум, да. И я вот пою песню, а у меня в наушнике словился микрофон ведущих. Поэтому вот желаю каждому участнику показать лучшее из возможного и достойно представить свою страну. Что дальше этим летом начнем? Потому что лето у нас в этом году безумно фестивальное. Какие-то у нас постоянно конкурсы, соревнования, выступления. Вот что Анна Туиска? Спорт-пекиады. Конечно, это лето будет насыщено разными концертами, прекрасными фестивалями и самыми моими любимыми праздниками – это Дни города. Я очень люблю приезжать на День города в какой-то город, потому что это всегда праздник, это всегда фейерверк. Вот недавно отгремела 3 июля, мы там зажигали каждый артист на своей площадке. У меня, например, был сольный концерт в городе Клецке, часовой. Это впервые в моей такой карьере такое событие, чтобы на 3 июля у меня был сольный концерт. Будет много концертов, мероприятий, фестивалей. В сентябре я поеду в Казахстан на конкурс «Алматы Жирюгимде». Это тот конкурс, который я выиграла в этом сентябре, который был. А в ближайшем сентябре я поеду туда, как уже победитель. То есть очень насыщенное лето, очень интересное событие. К самым интересным я приду к вам в гости и расскажу подробно. А когда отдыхать будем? Отдыха не будет, потому что мы делаем все, чтобы отдыхали наши зрители. И делаем для них красивую картинку, праздник и шоу. Золотые слова. Ну что, спасибо огромное. Я думаю, что с этого дня все зрители нашей страны, не только нашей страны, прильнули к экранам телевизора, чтобы посмотреть лучший фестиваль всех временных народов. Славянский базар в Витебске, правильно? Но у нас в гостях была певица Анна Трубецкая. Продолжение следует...